Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Урбанистика. И как всегда, здесь мы говорим о городах и о том, как сделать наши города удобными для жизни. Наш эксперт в студии сегодня, генеральный директор Института Ленгии Прогор Юрий Александрович Перелыгин. Здравствуйте, Юрий Александрович. Добрый день. Сегодня мы будем говорить об агломерациях и о нашей петербургской агломерации. Ну и для начала я просил бы вас, Юрий Александрович, вкратце рассказать телезрителям, что такое агломерация. Вкратце рассказать это сложно, но я попробую. Есть такое очень короткое выражение, которое, с моей точки зрения, достаточно точно характеризует, что такое агломерация. Это ловушки развития. И вот если смотреть на процесс урбанизации, который последние 100 лет шагает по стране, по миру, и захватывает все больше и больше пространства, и, как известно, в прошлом году человечество перевалило через 50-процентный рубеж, значит, более 50% теперь человечества живет в городах, то это достаточно точное выражение, что города, они ловят развитие, а в этом смысле они ловят будущее. С этой точки зрения, и именно с этой точки зрения, мне интересно смотреть на агломерацию. Не просто так, как на описываемые в учебниках городское пространство, объединенные маятниками миграции, едиными какими-то процессами и так далее, а именно как то объединение людей, которое указывает на будущий тренд развития всего человечества. То есть ловят, в смысле улавливают, да, ловушки в этом смысле? Ну да, 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 ловить развитие. Ведь под развитием понимают все, что угодно, есть же разные примеры развития. Тот же Детройт, который имел совсем недавно 2 миллиона населения, теперь имеет 800-тысячное население. Считать это деградацией или развитием? Ну, принято считать, что Детройт вроде как деградировал, опустел, и там разрушаются здания и так далее. Да, а с другой точки зрения, это и есть тренд развития. У нас здесь даже в нашей презентации на экране, которая фоном идет, у меня есть одна картинка из Детройта. Да, потому что, ну, такой характерный пример. Ну, хорошо, агломерация — это некий объективный процесс, да, то есть мы не можем его остановить, запретить и так далее, да. Соответственно, можно как-то агломерации эти либо пускать на самотек, либо как-то их развивать. Вот какие здесь существуют модели и подходы? Ну, моделей несколько. Естественный тренд и естественный исторический процесс, который приводит к образованию агломерации, к сожалению, не очень заметен для лиц, принимающих решения и других деятелей. В мою бытность работы, например, в правительстве у нас была дискуссия тогда о том, что нельзя заниматься агломерациями, конструировать агломерации и так далее. Хотя на самом деле эти агломерации, естественно, существуют. Нельзя сказать, что вот мы создаем агломерацию. Мы ее не создаем, она рождается исторически. Другой вопрос, что мы можем ей помочь в создании. Мы можем не мешать этому процессу, а можем своими действиями просто мешать этому процессу. И как это? Идти против течения жизни. Как говорят китайцы мудрые, значит, хочешь управлять рекой жизни, не иди против течения. Повернись спиной и увидишь, куда эта жизнь течет. После этого можно принимать какие-то правильные решения. Ну, например, мне доводилось заниматься многими агломерационными вещами. В 2005 году мы такой вопрос поставили о том, что Россия будет развиваться за счет агломераций. И они у нас уже сложившиеся существуют. Благо их не меньше, чем 11 наших миллионников, а их все-таки больше. Ну, а, например, в Соединенных Штатах миллионников городов всего шесть, а агломераций, которых больше миллиона проживает там, около сорока. Вот это интересное соотношение. В этом смысле можно ответить так, что если мы хотим удержать свою территорию, то нам нужно видеть этот процесс, понимать, что агломерирование – это вещь естественно историческая, ей нужно помогать. И это будет являться способом развития страны в целом. И, в общем, с моей точки зрения, если мы не будем думать о том, чтобы у нас было хотя бы на нашу территорию штук 20 агломераций с более чем миллионным населением, то нам будет очень трудно удержать нашу целостность. То есть вопрос стоит буквально так, либо мы создаем условия для гармоничного развития 15-20 агломераций, либо мы, Россия как государство, вследствие падения числа населения, рискуют потерять часть своей территории. Вопрос, может быть, еще более жестко стоит. В России падающее население, и мы это прекрасно понимаем. По прогнозам, демографов, к 40-му году у нас будет проживать там менее 130 миллионов человек. Вопрос, откуда мы будем брать человеческие ресурсы на миллионные агломерации. Это первый вопрос. А второй вопрос, вот рост урбанизации при падающем населении, он приведет к чему? К тому, что Москва заберет все эти человеческие ресурсы, они все будут жить в Москве, или они все-таки распределятся по территории, вот в те самые агломерации, которые у нас есть. Конечно, если мы не будем мешать тому, что происходит, то гипертрофированного роста Москвы не избежать. И мировой пример говорит об этом. Район Токио-Осака, ну и сам Большой Токио, он дает более 30% ВВП Японии, там проживает около 20 миллионов человек. Есть у нас агломерации Мехико, есть у нас другие примеры, где концентрация, есть Сеул, который концентрирует в своем Большом Сеуле 40% ВВП Южной Кореи. Вопрос, Москва все заберет или все-таки оставит что-то другим территориям? Но мы в Петербурге здесь заинтересованы, конечно, в том, чтобы Москва забрала не все, правильно? Ну, я могу так шутливо ответить, пока там у власти все-таки петербуржцы, может, нам что-то и удастся сделать в административном плане, да? Ну, например, дамбу достроили. Но с точки зрения человеческих ресурсов, конечно же, Питер второй по темпам, он существенно отстает по темпам социально-экономического развития от Москвы. Но в последний момент, я думаю, что ускорение у Питера быстрее. Я не уверен в том, что мы здесь будем расти теми же темпами, которыми росла Москва, потому что Москва за это время прибавила более трех миллионов человек. Это очень сильные темпы. За это время это вот... За это время 20 лет перестройки, да, основная часть... 20 лет новой России, видимо, уже, скажем так. Да, 20 лет новой России. Соответственно, Питер такими темпами не будет расти. Он 10 лет назад, еще назад, терял население. Терял население. Это только сейчас он начал прибавлять население. Это означает, что качество жизни улучшилось. И процесс урбанизации затронули Питер тоже. Но это характерно не только Питеру. Все миллионные города в России сейчас показали рост. Все миллионные города. А самыми привлекательными, мы недавно проводили такое исследование, является Белгородская область, Краснодарский край, Питерская и Московская агломерации. Они по темпам роста численности друг с другом сопоставимы. И Кемерово еще, кстати говоря. Интересно. Кемерово даже не самый крупный город в своем собственном субъекте, если я не ошибаюсь. Там есть Новокузнецк. Кемерово-Новокузнецк и вообще Кемеровская область показали наиболее существенный сейчас рост и развитие. Ну, разные причины, но тем не менее, за Уралом это у нас такой вот кусочек территории. Приятно, так сказать, за Уральские регионы, безусловно. Но давайте мы начали про Москву. Попробуем обсудить проблематику, связанную с недавним расширением московских границ, которые, наверное, только ленивый не обсудил. То есть, там есть расширение границ, как известно, в сторону малозаселенной территории Московской области. И есть еще активные ведутся работы над созданием плана развития московской агломерации. В Петербурге какие-то подобные работы ведутся, планируются. Может быть, есть какие-то мысли на эту тему? Как нужно ли нам расширять границы, нужно ли нам планировать нашу агломерацию? Последний генеральный план советского периода Ленинграда, он был сделан как генеральный план Ленинграда и Ленинградской области. Это был единый территориальный документ, который учитывал все процессы агломерирования и вбирал их в себя, даже в то время, когда у нас было директивное управление и так далее. С моей точки зрения, сейчас, естественно, исторические процессы урбанизации усилили процесс агломерирования, а не ослабили. Потому что, с одной стороны, мы имеем очень быстрое вымывание населения из территорий деградирующих, из которых развитие уходит. В зоне риска находится огромное количество монопрофильных городов. Там, где городскую базу составляет один завод, и при нем была организована какая-то городская жизнь. А темп набирает те города, которые являются полноценными, комплексными, системными городами, где население имеет занятость, население имеет правильную городскую среду, имеет правильную структуру транспорта и возможность удовлетворить свои потребности и так далее. Потому что одна из ключевых характеристик для любой агломерации, для любого этого процесса является мобильность. У нас достаточно пока мало исследований, но мобильность населения — это ключевой параметр для любого агломерационного процесса. Не надо делать административные границы, расширять их, сужать их и так далее. Достаточно создать условия для мобильности населения. А, как известно, ну, например, показатель мобильности средней семьи американской за период жизни она переезжает более 11 раз. Пока наши — 2-3. Вот параметры мобильности, они таковы. Поэтому, например, для Америки характерна дезурбанизированная среда, когда много столиц, много городов, которые из себя представляют центры, известные. Мы все знаем Лос-Анджелес, который на одном берегу. Мы знаем Бостон, который на совсем другом берегу. Мы знаем там Ценате Альбукерке или, значит, какие-нибудь Чикаго и прочее, которые в центре, да, находятся. А в нашей стране мы имеем европейскую часть развитую. За Уралом один Новосибирск, как миллионник, и несколько претендентов. Но такая структура расселения, такая структура агломерирования не очень удерживает саму территорию. Поэтому для Питера, с моей точки зрения, значит, агломерационные процессы питерские добивают до Пскова, до Новгорода, и захватывают эти города в свою орбиту. Если будет обеспечена транспортная доступность, двухчасовая, между этими всеми городами, в общем-то, это поможет процессу агломерирования и создать возможности для мобильности населения, как в одну сторону, так и в другую. Ну, то есть, ключевой момент — это транспортное сообщение, я так понимаю, да? Ну, я бы не сказал, что только транспортное. Вообще, есть такое слово «хорошая коммуникация» или «сообщение». Министерство путей сообщения, совместное общение, возможности для совместного общения любыми способами. То ли это хорошая интернет-инфраструктура, то ли это хорошая финансовая инфраструктура, то ли это отличная транспортная доступность, хорошими дорогами, комфортными возможностями и так далее. То ли это нормальные правила пересечения различного рода границ. Это и есть все современная коммуникационная инфраструктура. Вот она должна быть совсем другого качества. Или, скажем, возможность для жителя Петербурга посетить какое-то государственное учреждение в Пскове или в Новгороде без особых административных барьеров, допустим. Ну, с моей точки зрения, вообще, ведь для Америки просто приходится немножко параллели проводить в характерном многостоличии. А мы почему-то начали этот процесс, но так очень аккуратно. Вот Конституционный суд переехал в Питер, вот вроде бы ВМФ переедет в Питер. Но мне кажется, что у нас еще несколько городов в стране, миллионников есть, которые претендовали бы на звание каких-либо столиц. Потому что, если все столичные функции будут сосредоточены в Москве, можно даже как тезис произнести, никогда транспортные проблемы и пробки в Москве не будут прекращены. Нью-Йорк — огромный город, но столица — Вашингтоне. Штат Вашингтон, самый большой город — это Сиэтл-Токома, а столица в каком-то маленьком городочке Олимпия. И в этом смысле растягивание административных столичных функций — это то, что доктор прописал. Даже в Китае, мы же знаем исторически, что было семь столиц, и это теперь миллионные города. У нас было две столицы, вот мы имеем Петербург, Москву. — Ну, это исторический, скажем так, фактор. Если, вот как часто, вот вы не зря привели пример конституционного суда, переезд органов власти влечет за собой сразу повышение статуса. Это единственный механизм, то есть, условно говоря, перевозить какие-то органы власти? Или можно создать привлекательный центр и развивать агломерацию без переноса вот этих органов? — Ну, с моей точки зрения, просто для России исторический административный механизм очень существенен. Мы сильно зависим всегда от властных органов и от того, как власть видит ту или иную территорию, что она по отношению к ней думает и как она ее развивает. — Ну, это, конечно, не означает, что это единственный ресурс. Понятно, что любая агломерация, которая у нас есть и которая развивается, она использует свой персональный ресурс, там ресурс уникальности и так далее. Есть у нас, например, сама Тольяттинская агломерация, которая имеет двухмиллионное население уже сейчас. И там есть соответствующие проекты, которые позволили бы ей, например, там в ближайшие 10 лет развиваться достаточно быстро. У нас есть ростовская агломерация, которая практически тоже двухмиллионная. И во многом именно ростовская агломерация конкурирует с Харьковской, Харьковсумы на Украине за территориальное развитие, которое в этом регионе есть. Поэтому эти процессы надо видеть и ресурсы и уникальности места, и уникальности людей нужно использовать на полную катушку. А как вы оцениваете возможность применения экономических рычагов, таких как, например, зоны свободной торговли, налоговые льготы? Возможно ли, например, Петербург сделать таким условным Гонконгом с режимом благоприятствования, там, иностранным инвестициям, IT-предприятиям и так далее? Ну, с моей точки зрения, все средства хороши, если они работают на развитие. Ну, у государства, у государства, как одного из самых крупных деятелей любого развития, всегда очень ограниченный ресурс. Даже не в силу того, что маломощности государства или, наоборот, его большой мощности, а в силу того, что у него степень свободы очень маленькая. И, как правило, самыми сильными ресурсами развития для любой территории, особенно в агломерационных процессах, являются ресурсы саморазвития. То есть, качество среды и того населения, которое там живет. Потому что в миллионном городе всегда найдется 10% людей с нестандартными мозгами, которые будут двигать тот или иной процесс развития. И вот эта концентрация интеллектуальных ресурсов, творческих ресурсов, она и приводит, собственно, к эффектам развития. Потому что развитие же — это вещь сугубо человеческая. Природа эволюционирует, а не развивается. И это присуще только социумам, а не чему-либо другому. Ну, и тем не менее, экономические рычаги, они, скажем, способны что-то привнести к этому потенциалу? Ну, понимаете, я достаточно осторожно отношусь к различного рода экономическим рычагам. Хотя, на самом деле, многие экономические рычаги, например, в Китае показали свою великолепную эффективность, особые экономические зоны. Значит, и мы все бываем и в Шанхай, и в Ганчжоу, и видим, к чему-то может быть. Я думаю, что не все. Ну, градостроители. Все градостроители, но если не бывали, то обязаны там бывать, чтобы посмотреть. Ну, по крайней мере, видели по телевизору, я думаю. Почти все. Ну, мы берем этот инструмент, особые экономические зоны, применяем к нашей территории, и он не очень сильно работает. Или работает прямо в обратном направлении, что мы наблюдали когда-то в находке, там, лет 15 назад, когда первая особая экономическая зона была создана. Значит, вроде бы было создано более там тысячи с лишним малых предприятий, различных предприятий, активность предпринимательская развилась. А потом мы взяли, задним числом отменили и содрали с них еще за два года налоги. Соответственно, убили и особую экономическую зону, и веру в нее. Последние инструменты особых экономических зон, вот их придумали несколько типов, там, соответственно, сейчас есть конкуренция, они, наверное, могут показать какую-то более высокую эффективность, чем то, что они показывают сейчас. Посмотрим, как говорят русские, долго запрягает, но быстро ездит. Хорошо. Давайте поговорим еще немного про административно-территориальное регулирование. Есть такой, ну, я бы сказал, популистский вопрос, вот в наших широтах, это объединение Петербурга и Ленинградской области. Я вот раз 15 уже слышал на протяжении последних 20 лет, какой-нибудь тот или иной политик заявляет, что надо объединить, другой говорит, нет, объединять нельзя. Начинаются подсчеты выгод, там, выиграет ли население, выиграет ли Петербург. Вот с точки зрения профессионала, абстрагируясь от политики, имеет ли смысл такое объединение двух субъектов? Наших. Я, ну, с точки зрения профессионала, они а так уже объединены. Вот можно закрыть глаза, прочертить границу, на карте ее выложить и считать, что вот мы как только ее пересекли, мы попали в другой мир. Ну, такого же не бывает. Мы едем к себе на дачу, она находится в Ленинградской области, и мы продолжаем свою жизнь. И вот повседневность, а это, кстати, очень существенная характеристика для городской жизни, она говорит об обратном, что и Ленинград в прошлом, и Петербург, и нынешний, и Ленинградская область, и Псковская область, и даже Карелия, и часть Новгородской области, вплоть до Новгорода и дальше, они все уже живут повседневностью. Каждый день совершаются сотни тысяч событий, которые этот процесс агломерирования, собственно говоря, и двигают. Да, административно-территориальное деление может этому помогать или оно может этому мешать. Но, с моей точки зрения, есть два таких очень существенных различия. Есть государственное строительство, и к этому относятся административно-территориальные деления, органы государственной власти, всякие бюджеты, и вот этот набор слов. А есть региональное строительство, и вот к региональному строительству относятся совсем другой перечень понятий. Это единые инфраструктуры, это площадочные или линейные объекты, это, соответственно, система расселения. Вот это два различных совершенно слоя знания и слоя управления. Поэтому, когда мы их склеиваем в одном слове, у нас же очень сильно склеено, мы говорим регион, а подразумеваем субъект Российской Федерации. А вообще-то, в регионалистике регионы это совсем не субъект Российской Федерации. И мы очень часто так пробегаем мимо этих понятий, и потом на основе этих неверных понятий знаний еще и действия предпринимаем. Конечно, эти действия будут входить в противоречие с тем, что эти понятия отражают. Поэтому я бы не преувеличивал значение административно-территориального деления. Оно, конечно, существенно для нашей страны, но вот мы с вами на коротке говорили, в советское время был у нас такой доктор Марат Межеевич, он написал книжку. Я вот запомнил из этой книжки, что Советский Союз менял административно-территориальное деление один раз в 28 дней в среднем, достаточно длительный 30-40-летний период. И не делал из этого какую-то там проблему, потому что это было инструментальное в их руках, в руках органов партийной государственной власти дело. Надо поменять, поменяли, надо переназвать, переназвали. Ну, то есть к этому надо относиться довольно легко и не устраивать вокруг этого. Нет, нет, нет. С точки зрения профессионализма нужно не путать, во-первых, первое со вторым. Во-вторых, нужно учитывать вот этот вот государственный напор, который относится к административно-территориальному делению. Нужно помнить, что административно-территориальное деление, которое есть у нас сейчас, оно было закреплено Конституцией. Конституция делалась достаточно быстро, можно сказать, в такой революционный период, в ППХ, и административно-территориальное деление, оно соответствует, сейчас закреплено Конституцией, но оно соответствует партийному делению нашего государства и Советского Союза в прошлом. И процессы развития, конечно, входят в противоречие с административно-территориальным делением. И когда эти процессы сильно противоречат, нужно менять форму, иначе будет что-то, иначе будут разрывать, будут конфликты. Они будут и в политику отражаться, они будут отражаться на повседневности, на жизни и так далее. — Ну, с этим совсем, я вполне, так сказать, готов подписаться, я думаю, многие наши телезрители, но вот, опять же, как быть с тем, что вы говорите, что границы действительно виртуальны во многом, да, мы переезжаем в Ленинградскую область, вроде бы ничего не меняется, но вместе с тем часто меняется качество дороги, например. Часто те же девелоперы-строители говорят, что да, вот мы строим здесь, вот около Кервиля, здесь все хорошо, а вот тут уже, значит, другие условия, инфраструктуры нет, энергетики нет, то есть вот как с этим быть? Это нужно координирующие органы создавать двух субъектов, в чем выход здесь? — Ну, конечно, договороспособность наших органов власти и лидеров этой власти желает много лучшего. — Ну, я думаю, что мы еще пока к этому не дошли. Вот умение договариваться, умение после этого сдерживать договоренности — это умение, которое исторически приходит. Вот мы хотим уже за 20 лет научиться тем, той договорной культуре, которая, например, существует на Западе. Очень часто киваем туда, хотя, например, там тут же мы знаем, есть Торонто, есть Большой Торонто, а Большой Торонто — это там больше десятка муниципальных образований объединились и договорились, что они будут совместно, едино развивать эту территорию. — Соответственно, у нас сейчас после развала Советского Союза вот этот дезинтеграционный тренд пока еще не преодолен. И я думаю, что это сильно отражается в том числе и на мышлении, и на антологиях наших лидеров муниципалитетов. У нас конституционно закреплена такая норма, что муниципальное самоуправление является продолжением государственной власти. Но мой опыт работы с главами муниципальных образований практически ни разу еще не привел к тому, чтобы собрались главы муниципальных образований, сели за один стол и договорились. Хотя сейчас появились первые ласточки. Например, я недавно прочитал, что есть комитет по образованию ростовской агломерации. Это постоянно действующие, туда входят главы муниципалитетов, которые попадают в зону этой самой ростовской агломерации. И они впервые начали вырабатывать единую линию поведения, так чтобы, например, если дорога пошла, то на нее сбросились все, и она одинаково хороша. Что в одном административно-территориальном образовании, что в другом. Чтобы не было этих разрывов. — Я понял, Юрий Александрович, что это процесс эволюции, да, и что первые ласточки, как вы сказали, есть. — Скорее, история. — Да, да, процесс исторический. Спасибо вам большое, что вы сегодня были в нашей студии. Я напоминаю, что мы беседовали с членом Совета национальной гильдии градостроителей и генеральным директором Института Ленгипрогор Юрием Александровичем Перелыгиным. С вами была телепрограмма «Урбанистика». Смотрите нас. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok